Уважаемые члены партии, соратники, сегодня мы собрались для обсуждения архиважных вопросов, связанных с будущим нашей партии. Не секрет, что в руководстве партии назрел раскол. Это нормальный процесс для гражданского общества, потому что партия – это общность многих людей. Внутри партийное строительство – это очень долгий и непростой процесс. Вот сейчас с этим мы столкнулись в нашей партии «Зеленых бойтак». Для того, чтобы понять, что в партии «Бойтак» пошло не так, необходимо, наверное, вернуться на год назад, к тому моменту, когда она начала создаваться. Создавалась она энтузиастами, единымышленниками, которые решили, что с учетом изменившейся политической конъюнктуры в стране, целесообразно создать партию «Зеленых», которая бы отвечала вопросам, связанных с устойчивым развитием Казахстана, защитой прав и свобод граждан в вопросах, связанных с экологией. Этот процесс открытия партии для всех для нас был абсолютно новый. Естественно, мы, так сказать, столкнулись с огромным количеством вопросов, сложностей, но, тем не менее, в общем, нам удалось пройти этот путь. Люди, которые создавали эту партию, то есть отцы-основатели, это ни много ни мало, практически 10 человек, почти в полном составе вошли в полицсовет этой партии. Инициатива создания этой партии была у Азаматхана Амиртаева, который к тому моменту несколько лет пытался аналогичную партию создать, но у него ничего не получилось. И только благодаря общности и совместной работе целой инициативной группы, в которую вошли, как я уже говорил, основные члены политического совета, которые сейчас у нас есть, мы смогли пройти первый этап регистрации в Министерстве юстиции. Уже на том этапе наш полицсовет внес ряд предложений по изменению в устав, потому что устав был откровенно слабенький, и он был, так сказать, однонаправленный, да, то есть не отвечал принципам демократического плюрализма. В тот момент никто не знал из нас, что президент объявит внеочередные выборы, поэтому когда это произошло, времени на дискуссии уже не было. И все силы мы бросили на то, чтобы закончить регистрацию партии, собрать огромное количество тысяч подписей, провести съезд. И в общем мы с этим всем справились, и я вижу много здесь активистов из регионов, которые нам помогали. Еще раз хочу вам сказать спасибо. В тот момент Амиртаев обещал нам, политическому совету, то есть основателям партии, что на втором съезде перед выборами эти поправки будут рассмотрены и приняты в работу. Одновременно с этим это оказалось неправдой, потому что этот вопрос даже не рассматривался на повестке второго съезда. Кроме того, уже непосредственно в процессе второго съезда выяснилось, что был изменен список делегатов, которые партия предлагала по партийным спискам. Мало того, сам Амиртаев в общем предательски вышел из партийных списков возглавляемой им же партией. То есть фактически показал всем, что он сам не верит в успех этой партии. И баллотировался по одномандатному округу. Конечно, все эти действия вызывали очень много вопросов у членов политического совета, но началась предвыборная гонка и уже было не до внутрепартийных разборок. Все мы были целеустремленны и пытались как можно больше завоевать доверие у наших граждан для того, чтобы по максимуму проголосовали за нашу партию. В целом электоральная кампания прошла для партий провально. Только в некоторых регионах, в том числе и в Алма-Ате, в филиале алматинском, который возглавляет Бебит Апсимбетов, нам удалось благодаря собственным средствам и собственной активности занять места в Маслихатах. Естественно, мы надеялись, что после того, как предвыборная гонка уляжется, выборы закончатся, мы обсудим ситуацию, сделаем выводы, проведем работу над ошибками. Но вместо этого с сайта нашей партии мы узнали о том, что ряд руководителей филиалов, включая Бебита Апсимбетова, лишились своих полномочий, то есть были отстранены. При этом были нарушены все позиции, связанные со сменой руководителей нашего устава, ну и в целом законодательства. Потому что в первую очередь партия это общественная организация, у нас в соответствии с законом об общественных организациях каждый член имеет равные права. А тут получается нас даже не уведомили. Мы пытались встретиться с Амиртаевым, проговорить эту ситуацию, ну как-то выяснить, что, зачем и почему. Но в итоге встреча такая не произошла, а Амиртаев продолжил, условно говоря, чистку партии в худших традициях темных времен. Об этом ли мы мечтали, когда создавали партию? Конечно нет. Мы думали о консолидации общества вокруг темы устойчивого развития Казахстана, природы нашей Родины, экологическом воспитании, молодежи и не только. Партия в конце концов должна была флагманом стать и на международном уровне, то есть представляя интересы Казахстана. Мы должны были объединить сотни экологических, природоохранных организаций по всей стране. Произошло ли это под руководством Амиртаева? Нет, не произошло. Мало того, мы растеряли, значит, очень активных руководителей филиалов и, как вот нам сегодня уже тут сообщают, весь полицовет, значит, отправлен в отставку, да, или из членов партии, хотя это, естественно, тоже противозаконно. Партия, еще раз повторю, это общественное объединение, основанное на принципы равноправия всех членов. Поэтому, внимательно посмотрев еще раз на то, что мы на сегодняшний день имеем, устав партии, структуру управления, мы считаем, что они требуют существенного изменения. Для того, чтобы соответствовать принципам открытости и равноправности. И, в конце концов, мы должны отказаться от того тоталитаризма, с которым столкнулись, работая с Амиртаевым. Мои соратники продолжат тему по повестке сегодняшнего заседания. Но главное, что вы должны знать, что большинство членов политического совета, я вам еще раз напомню, что это отцы-основатели этой партии, которое прошло 6 мая, Амиртаев исключен из числа членов партии Байтак. В связи с этим, все действия, которые он предпринимал, изображая из себя руководителя партии после этого периода, нелегитимны. И мы это докажем в суде. Спасибо большое.